можно с вами о чем-нибудь поговорить я просто городской художник я не не с кем поговорить вообще если нет то ладно я пойду я рисовал я рисую от экспрессивного знаете крик эдварда мунка ну экспрессивные картины экспрессия абстракции ван гог ну да вот типа ван гога от ван гога до классического искусства пейзажей я расписал двор который перекресток между школьные и октябрьской там частный двор с шокбауном я расписал там гараж здоровый на целый двор если когда не будете там вы видите есть фотки ну и сейчас там существует это и я рисовал когда мне было 17 лет мелками на плитках бетонных и на асфальтах мелками пейзажи с фотки сохранились пейзажи уничтожились а так я рисую мелками на наждачных бумагах картины пейзажи и депрессивные картины депрессивные типа ван гога я короче просто мне вот говорят что типа я великий художник люди которые имеют два высших образования по искусству и живущие в москве в петербурге в европе а здесь в городе я одинок просто у меня нету не друзей я принимаю xanax рецептурный как лил пип антидепрессанты родителям пофиг на меня нет ну всех же так а как они могут поддерживать если они не разбираются компьютерах например отец там он патриот они вообще не ценят искусство как бы мои родители они не знаю не парятся об этом но привет но это граффити я просто не люблю граффити на самом деле я то что я расписывал это пейзажи классические типа классических 19 века художников там пейзажи такие мощные там вот на пересечении школьные и октябрьской пейзаж такой два пейзажа совмещенные я выкладываю в контакте youtube и там тысячи картин там вообще много картин очень я просто захожу записываю видеоблог свой его смотрят там несколько человек максимум пока что но на самом деле бывает смотрят и сотни это так не важно просто капец скажи скучная жизнь блин но у меня что нету да есть такая штука 2013 году сентября до этого я рисовал и мне приносило удовольствие после сентября 2013 года я стал рисовать и мне это стало приносить тревожность напряжение потому что на меня напала федорова федорова отчество у нее я не знаю как не помню имя отчество эдуардовна есть видео на ютубе если введете александр алёнин федорова короче она напала на меня и когда я рисовал пейзаж мелками на стене дома просто по наитию не ради денег не ради расчета я никогда не ради денег не рисовал она напала вызвала полицию оскорбляла меня максимально если вы посмотрите видео там ужас угрожала мне и я с тех пор стал сумасшедшим и меня стало страшно рисовать знаете как вот если бы ребенок учился писать отец его выбил если он ошибку совершает или наоборот даже как правильно что-то пишет вот так же примерно со мной произошло я просто ранимые видимо душа из тех пор я стал сумасшедшим а потом в 2018 году меня бросила девушка и я стал принимать рецептурные препараты по рецепту психиатра психиатров мне стало получше я до сих пор лечусь за свои деньги работаю дворником знаете когда детство вот ваше время это самое лучшее время я бы все отдал чтобы вернуться назад детство ваш возраст это так хорошо когда вы вырастете вы уже знаете кем станете да я тоже не знал а вот когда я стал когда я понял что я стану художником когда я начал рисовать все друзья от меня отвернулись все а кстати знаете здесь раньше когда мне было детство вот здесь вот были огромные лестницы штуки ну для лазания и мы паркуром занимались еще до того как это стало мейнстрим паркуром кульбиты сальто там прыгали короче потом все мои друзья уехали в москву короче и вот когда в детстве мы были мы были вместе а потом они все уехали в москву в петербург потому что наш город бесперспективный и возможно когда вы подрастете у вас тоже самое будет там друзья все разъедутся здесь не очень-то хорош хорошо в этом городе так ну хотя я люблю этот город блин детство это самое лучшее время в жизни у меня были друзья детстве санек вишняк а вот у меня была мечта расписать дву город двор хотя бы и вот она сбылась я расписал двор ну а сейчас моя мечта уехать в цивилизованную страну там где не восхваляют как бога путина где я не не являюсь каким-то извращенцем вообще нет я родился обычным русским простым парнем я просто хочу жить в цивилизованном мире где можно спокойно заходить на youtube еще куда-нибудь выкладывать свое творчество потому что в россии скоро закроют youtube и все прочее мы превратимся в северную корею я считаю к сожалению извиняюсь что такое депрессивное навожу если вы ведете в интернете александр художник александр лёнин в этом найдете столько всего там ну где травят людей ну хорошо ну короче интер в интернете если введете художник александр лёнин вы там найдете столько всего и плохого и хорошего мне короче реально пишут люди говори и звонят и говорят взрослые люди говорят что я великий художник сравнивают меня то есть то есть скорее всего знаете как произойдет когда я умру моей картины в москве сделают музей типа вот такой вот художник был но в нашем городе скорее всего никто об этом не узнать ведь вы же не знаете художником нашего города ну никто не знает я тоже не знаю это нормально просто получается я живая легенда ну я так не считаю это другие люди считают и вот если если бы вы стали моими друзьями там просто общение я не испытываю никакого влечения к подросткам вообще сексуального уж поверьте я пьяный тем более говорю правду я понимаю что я вас отталкиваю своим поведением блин я всех отталкиваю вот знаете же ван гога да вот он ходил короче